Вы приняли решение про снятие постов на въездах в город. Чем это было мотивировано? Господин губернатор, в ходе проверки всех подразделений я смотрел город. Я пришел к выводу, что явная угроза для жителей и гостей в данный момент не существует. И наличие блокпостов в въездах в город было целеобразно. Город курортный, и я считаю, что мы должны встречаться с туристами, с гостями, с цветами, они с бронетранспортурами, с автоматами. Несмотря на то, милиция работает в штатном режиме, и все под контролем. С одной стороны, эти блокпосты действительно пугали, потому что в Киеве встречала пашня пулемета из ПТР и люди в масках. И более того, там ходили, тоже была информация, что ночью останавливали фуры, у них выманивали деньги. В общем, конечно, есть много других методов правильно контролировать безопасность в городе, просто нужно одновременно со снятием постов усилить эти меры. Обязательно. Потому что мобильные группы, оперативная информация, чтобы угроза реально, конечно, никуда не ушла. Но, естественно, сезон начинается, мы не можем туристов встречать оружием. И еще хорошо, что вы сняли автоматную охрану с милиции. Потому что если милиция сама боится, сама за себя, кто будет ей доверять? Если она сама себя защищает только. Она должна защищать народ в первую очередь. И сейчас обычно в штатном режиме, как нормальная охрана. Милиция работает в штатном режиме. Мы усилили патрулирование в местах, где находится количество многих людей. Но все патрулирование будет осуществляться без автомата. И без собаки, как раньше было. Собаками с автоматом? Раньше так, с собаками с автоматом. Если будет конкретная ситуация, надо усилить меры. Но рутинная патрулирование, конечно, в туристических местах, на бульварах, с собаками, автоматчиками делать нечего. Есть обычные цивилизованные методы. А в случаях через венециальной ситуации, конечно, надо усиливать меры. Господин губернатор, я доложил, что в данный момент явная угроза не существует. Оперативные службы работают. Служи получение оперативной информации, будем действовать соответственно. Так держать. Спасибо. Мы ответственны за общественный порядок, за безопасность, за спокойствие граждан Одессины. И мы должны это долго выполнить хорошо. Главное все.